Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. Это программа «100 вопросов» и сегодня наша героиня – министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. Евгения Евгеньевна, здравствуйте. Вы приняли решение участвовать в нашей программе и пригласили нас в Музей современного искусства. Вам нравится эта атмосферность или таким образом вы хотели дать намек ульяновцам на то, чтобы они усилили музейную составляющую в своей жизни? Ну, во-первых, в этот музей всегда очень приятно приходить, потому что несколько лет назад, два с небольшим, он был полностью реконструирован, и теперь он соответствует всем мировым требованиям к музею. Здесь открыто представительство Музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Здесь работают очень творческие люди, заведующие филиалом, которые обожают и в Ульяновске, и далеко за пределами Елены Николаевны Сергеевы. И здесь совсем недавно, на прошлой неделе открывалась выставка лауреатов Международной премии Мипластова, поэтому я преследовала еще и некую такую цель образовательную для вас, Диана, чтобы вы увидели выставку и, возможно, захотели рассказать еще и о выставке. Поэтому место встречи вот определилось таким образом. Наш любимый музей современного изобразительного искусства 20-21 века. Спасибо. Вы заботитесь обо мне, Евгения Евгеньевна. У меня такой вопрос. Во-первых, я поздравляю вас с назначением. В минувший понедельник десяток новых министров появилось в пространстве. Фамилии многих министров стали для ульяновцев откровением. Но вот в вашем назначении не сомневался никто. Как вы думаете? Почему? Ну, во-первых, я благодарю губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова за оказанное мне доверие. Я и до сегодняшнего дня, и, надеюсь, в будущем буду добросовестно исполнять свои функциональные обязанности. И всегда с удовольствием произношу слова, которые для меня являются очень важными. В жизни служу ульяновской области. Поэтому, может быть, для всех не было, скажем так, неожиданностью, поскольку я очень давно работала в отрасли, конкретно в Министерстве искусства и культурной политики Ульяновской области. В последнее время занимала там должность заместителя министра. И, как бы, являюсь все-таки публичным медийным лицом и в регионе, и за его пределами представляя Ульяновскую область на конференциях, выставках, форумах. Знаю очень хорошо систему культуры в регионе, знаю хорошо людей, работающих которых более 6700 человек работающих. Хорошо знаю вообще регион, то есть нет, наверное, остаются какие-то небольшие поселения, в которых я за время своей службы не побывала. Ну, а поскольку ты выезжаешь, ты смотришь и объекты культуры, ты встречаешься, безусловно, с людьми, принимаешь участие в реализации проектов на территории. Поэтому, наверное, как-то вот люди за 5 с небольшим лет в регионе привыкли ко мне. Они меня знают, надеюсь, что они меня уважают. И, честно говоря, вот я принимаю сейчас поздравления. Много телефонных звонков, много приходят в министерство. И мне приятно, что люди разделяют это назначение, эту радость, это назначение вместе со мной. Поэтому как-то вот так сложилось. Еще раз благодарю губернатора за доверие. Евгения Евгеньевна, совсем скоро вы представите региону и губернатору Сергею Морозову стратегию развития культурной политики Ульяновской области. Скажите, что ляжет в ее основу? Ну, на самом деле, как бы совсем уж новой стратегии развития. Наверное, такой написанный, скажем так, с чистого листа не будет, потому что мы несколько лет назад очень долго, очень тщательно с московскими экспертами работали над стратегией развития культурной политики региона до 30-го года. Безусловно, в этой стратегии определены все основные направления развития, все приоритеты. Но время не стоит на месте. С каждым годом появляются новые федеральные тренды, новые региональные тренды. И год изобретательства мы будем смотреть, как в этот понятильный, скажем, аппарат будут укладываться направления государственной культуры и негосударственной культуры, где мы будем идти параллельно, где мы будем пересекаться, какие как бы мы инновации будем заявлять. В любом случае, это коллективная работа, это не работа одного человека, министра культуры. Это работа целой команды. У вас сильная команда? Сегодня у нас хорошая команда, я бы сказала так, крепкая команда, команда друзей. Это однозначно. Чувствуется, что ответ с какой-то натяжкой. А кого не хватает, как вы считаете, вашей команде, чтобы усилить ее основательно? Возможно, нам все-таки, если мы говорим все-таки о государственной культуре, возможно, нам не хватает молодежи. Молодежи, которая бы могла, скажем так, с точки зрения интересов этого социального слоя, молодежи, что-то, может быть, подсказать, рассказать, на что-то обратить наше внимание, где и как, что нам нужно переформатировать. В каких именно отраслях, Евгения Евгеньевна, не хватает молодежи? Обозначьте, и, может быть, для кого-то это станет щелчком. А что вы имеете в виду в отраслях? Где? В библиотеках, в музеях, в архиве, в инкульсе. В видах деятельности, да. Молодежь нужна везде. То есть, вот сегодня, наверное, лидером по этому вопросу является Ульяновский областной краеведческий музей. Там, видимо, руководителем и коллективом создана такая атмосфера, что все те, кто заканчивают педуниверситет на кафедре музея ведения, с большим удовольствием приходят в краеведческий музей, и у них просто очень интересная проектная деятельность. У них очень много идей, и как бы вот в этом направлении, я думаю, что они лидеры абсолютные. Хотя вы наблюдаете, тоже, наверное, видите за изменениями в Ленинском мемориале, особенно в филармонической его деятельности, это обновление состава симфонического оркестра. Теперь принято решение о том, что такой же конкурсный отбор будет в состав Государственного оркестра народных инструментов. То есть здесь тоже как бы и руководитель учреждения, и главные дирижеры в этом направлении работают. Может быть, век назад, полтора столетия, два, молодые люди и девушки принимали участие в балах, читали литературу на иностранном, в том числе, языке, музицировали. Довольны ли вы культурным уровнем поколения миллениалов сегодняшний? Ну, мне очень сложно давать оценку, может быть, пока сложно давать оценку культурному уровню, потому что, как и, скажем так, в любом возрасте, есть люди образованные не очень, есть люди интересные и не очень, есть люди профессиональные и не очень, есть люди воспитанные и невоспитанные. Мне кажется, молодежь тоже такая. Воспитанному в классических традициях мне бы хотелось, чтобы молодежь читала классическую литературу, слушала классическую музыку, приходила смотреть постановки классических зарубежных драматургов, русских драматургов, советских драматургов. Потому что сегодня все равно, даже если мы говорим о театре, и Шекспира, и Гоголя, сегодня режиссеры представляют, как правило, в современной интерпретации. И это молодежи интересно, они проводят параллели, потому что они очень продвинутые, я бы так сказала, и свободнее, чем мы в любом случае. И мне кажется, что в Ульяновске у них эти возможности однозначно есть. Я просто была в театре в минувшие выходные на постановке «Ревизор». Аншлаг, конечно, порадовал, но мне показалось, что большая часть зала – это люди возраста моих родителей. Это совпадение или закономерность, как вы считаете? Ну, вообще, у театра драмы, у них есть, скажем так, своя публика. И эта публика, конечно, не пропускает ни одной премьеры, не пропускает ни одного спектакля. «Ревизор» открывал 233-й театральный сезон, поэтому я так понимаю, что это был второй, ну, возможно, третий спектакль, третий показ. Конечно, «Ревизор» – это то бессмертное сочинение, которое изучается в школе. И уж я надеюсь, что точно все школьники города Ульяновска обязательно придут в драматический театр и увидят «Ревизора» в таком прочтении. Какое из последних культурных мероприятий посетили вы? Но только так, чтобы не по работе, а по зову души. Ну, по зову души, наверное, я в последней… Ну, у меня-то как бы счастливая история, Диана, на самом деле, потому что я многие вещи посещаю по зову души в контексте своего должностного функционала. Ну, например, спектакль «Золотой маски». То есть здесь все совпадает. Когда я шла на спектакль «Материнское поле», я понимала, что там не будет ни одной реплики, там нет текста. То есть это прочтение, пластический спектакль. Поэтому вот я для себя поставила такую задачу и даже сегодня я начала ее чуть-чуть реализовывать. Я скачала Чингиза Айтматова «Материнское поле» для того, чтобы прочитать, не перечитать, а прочитать эту повесть и в своей голове сложить картинку окончательно. Правильно ли я поняла все то, что режиссер хотел на сцене выразить через пластику, через мимику, через музыку. Как часто удается вам читать в этом плотном графике? К сожалению, редко. Вот если мы говорим о художественной литературе, то редко. Это аудиокниги или все-таки бумажный переплет? Это бумажные книги. Но у меня бывают такие моменты, когда я очень люблю перечитывать классику. Ну, вот так я была воспитана в детстве. Поэтому я люблю перечитывать Салтыкова, Щедрина. Мне очень нравится этот автор. Я очень люблю перечитывать Чехова. И каждый раз ты, открывая Антона Павловича, даже какие-то его ранние юношеские рассказы, ты в них что-то находишь новое. Но времени именно на чтение художественной литературы однозначно мало. Даже когда ты передвигаешься в транспорте, то все равно, если есть время, простите, Диана, но это вот такая реалия жизни. Ты читаешь документы, читаешь почту. А если все-таки удается абстрагироваться от документов, работы, как вы предпочитаете проводить свободное время? Я очень люблю общаться с теми людьми, которых я люблю. У вас большой круг друзей? У меня небольшой круг друзей, но это очень любимые мои люди, с которыми мне приятно разговаривать на разнообразные темы. И где вы проводите это время? Рестораны, бани, поездки? Бывает, мы ходим и в бане. Я очень люблю хамам, просто обожаю хамам. Поэтому мы небольшой компанией на четверых, на пятерых. Бывает, выбираемся в хамам или в аквапарк. Там, кстати, здесь у нас в улете, считайте, трекламы очень плохая термозона. Поэтому бываем и в аквапарке, бываем и в банях, бываем и в ресторане, и в кафе. И у кого-то на даче, как бы на свежем воздухе, когда погода позволяет, любим пообсуждать, поспорить. Это друзья со стимулоческой скамьи или это околоправительственные работники? Нет, это не околоправительственные работники, но это люди, которые в той или иной степени все равно принадлежат к отрасли культуры. Это все равно, скажем так, профессиональная компания. Вот так бы я сказала. Евгения Евгеньевна, не очень, может быть, удобный вопрос, но я слышала, что когда распределяется бюджет, культуре дается по остаточному принципу. Согласны ли вы с этим? Или так ли это? С этим никто никогда не согласен, но бюджетная политика такова. Есть определенные механизмы формирования бюджета. Да, на самом деле культуре достаются не самые, скажем так, смачные куски, но в любом случае бюджет – это очень подвижная история. Если даже мы его формируем, скажем, в соответствии с потребностями, с каким-то дефицитом, то все равно по исполнению бюджета ежеквартальному на необходимые для нас вещи мы получаем дополнительные сигналы. Сколько денег нужно культуре в год в нашем регионе? Ну, если мы говорим об идеальной ситуации, я бы сказала так. Идеальная ситуация для культуры Ульяновской области – это 3 миллиарда в год. Прекрасно. Хорошие амбиции евреи. 3 миллиарда в год. Это возможно? Ну… А что бы тогда заимела Ульяновская область, получая на 3 миллиарда? Ну, во-первых, мы бы реализовали свои мечты, связанные со строительством нескольких сразу музейно-образовательных комплексов. То есть сегодня у нас есть уже очень хорошие концептуальные разработки, которые прошли многочисленные обсуждения. А поскольку все-таки музей – это национальное достояние, то нам бы очень хотелось, чтобы в селе Верхняя Маза появился музей-усадьба Дениса Давыдова, и мы могли туда приезжать на реконструкции. Музейно-образовательные комплексы. Я прям позагибаю пальчики, пока вы фантазируете. Музейно-образовательные комплексы. Конечно, безусловно, мы бы решили вопросы с музыкальными инструментами. И для государственных оркестров. Их не хватает? Их не хватает, их нужно обновлять, и это очень дорогостоящая история. Потому что вот сейчас, например, одному из артистов, который закончил консерваторию и приехал сюда, в Ульяновск, из другого субъекта, архиважно, как говорил наш земляк, купить фагот. Он стоит ни много ни мало 2 миллиона рублей. Поэтому однозначно обновление музыкальных инструментов. Реставрация музейных предметов. Культура – это такая девушка очень дорогая. Я бы сказала так. Поэтому, конечно, возможно, мы бы смогли реализовать в другом уже, в другом контексте некоторые наши событийные проекты. То есть мы бы смогли пригласить тех звезд, на гонорары которых, вот вы, Диана, у нас ежегодно ведете церемонию «Звездные дорожки» на кинофестивале. Как бы вы объявляете этих звезд, но мы понимаем, что звезды как бы есть разной величины, уровни, поэтому для того, чтобы, допустим, вот весь Ульяновский, я думаю, бы точно пришел на площадь, на концерт группы «Би-2». Вот пришел бы, пришел бы, да, и получил бы удовольствие. Но «Би-2» – это дорогой проект. Мне нравится, как вы фантазируете, Евгений Геннадий. Но самое главное, ведь нужно проговаривать свои мечты, и тогда они станут возможны реальностью. Евгений Геннадий, есть ли мировой гений, который вами особенно любим? И его шедевр? Вы имеете в виду вообще… Классическое искусство, музыкант, живопись, архитектор. Конечно. Ну, поскольку мое первое профессиональное образование связано с музыкой, то, конечно, безусловно, это Сергей Васильевич Рахманов. Настолько масштабен, он настолько интересен, что до сих пор Рахманов можно слушать бесконечно. Вот мое сердце принадлежит Сергею Васильевичу Рахманову. Евгений Геннадий, а если говорить о мировых площадках, куда бы вы хотели сходить? Ну, безусловно, каждый человек хочет сходить в Ласкало и все-таки посидеть в том великолепном зале и услышать оперу в подлиннике. Да есть ли еще и Плассида Доминго, не дай бог тебе повезет, и Анна Нетребко, о которой мы тоже, Диана, мечтаем, мечтаем много лет, чтобы она приехала сюда, в Ульяновск. Мы тоже мечтаем. Но пока мечтаем, но, как вы говорите, будем проговаривать вслух для того, чтобы увидеть здесь Анну Нетребко. Конечно, Ласкало. Мне очень хочется побывать в Нидерландах в музее Ван Гога, очень хочется увидеть эти работы именно там. Ну, наверное, опять-таки, повторюсь, связано с музыкой. Конечно, в Метрополиту на пера хотелось бы побывать, но так я уже как бы далеко не заглядываю. А вообще, если из реального, вот в Москве, в Питере много где была, но никогда не была в Кремлевском дворце съездов. Вот, наверное, надо начать оттуда, посетить какой-нибудь концерт для того, чтобы побывать на этой площадке. Сменим тему, если вы не против, Евгений Генин, вы замужем? Нет. Скажите, мама для вас это подруга или наставник? Так. Моя мама это наставник. Правда? Какой совет или назидание, рекомендацию дает она вам чаще всего? Вести себя скромнее. В чем же она вас упрекает? Может, нескромные люди не становятся министрами, она знает об этом? Ну, мама у меня очень строгий человек, очень принципиальный, очень дисциплинированный. И как-то она очень скупа на похвалы. И вот, да, я с детства, так сказать, пребываю в очень таких, знаете, жестких домашних условиях. Наверное, отчасти это тоже для меня благо, потому что с детских лет я привыкла к тому, что есть зона моей ответственности. Я не могу перекладывать ее на кого-то, должна отвечать за свои поступки, слова, решения. Поэтому мама, конечно, наставник. Вот она, скажу так, спокойно отнеслась к моему назначению, мудро, я бы сказала, отнеслась к моему назначению. Но вот сегодня утром она мне сказала, иди с хорошим настроением, думай только о позитивном. И, конечно, уважай людей и коллег, с которыми ты работаешь. Материнский совет, родительский, добрый. Евгения Евгеньевна, я знаю, что вы потрясающе поете. Это я знаю от людей в большом количестве. Они мне говорили об этом и слышала, что вы пели в ансамбле, и, возможно, продолжаете до сих пор фольклорно. Так ли это? Это так. Но вот, к сожалению, новый творческий сезон я не смогла открыть вместе с ансамблем. Какой это ансамбль? Это народный коллектив, фольклорный ансамбль «Симбирские беседы», который достаточно широко известен в Ульяновской области, руководит им заслуженный работник культуры Ульяновской области Вера Алексеевна Селезнева. Это мой педагог в детской школе искусств. Я родом из Ново-Ульяновской, там сейчас же живу. И даже работая с заместителем министра, я все равно для себя эту тему не исключала. По возможности всегда старалась бывать на репетициях и по возможности принимать участие в концертных выступлениях. Если мне память не изменяет, в 2014 году мы на первом фестивале в Сочи народной культуры были удостоены чести представлять наш субъект Ульяновской области. Здорово. Поэтому не знаю, как сложится в этом творческом сезоне. Понимаю, что все-таки работы прибавятся, времени будет свободного меньше. Но в любом случае, если я даже не смогу как-то системно бывать на репетициях и на выступлениях, однозначно я все равно буду находить время для того, чтобы приходить в коллектив, быть с ними, просто общаться и, знаете, так, подпевать. А в караоке вы любите петь, поющий человек? Нет. Нет? Евгения Евгеньевна, предыдущий министр Ольга Николаевна Мезина уволилась с должности, сославшись на состояние здоровья. Вы свое здоровье бережете? Хороший вопрос, Диан. Но, наверное, нам всем нужно учиться беречь свое здоровье. Наверное, все-таки в России мы в целом, в общем, как бы не совсем понимаем, что такое здоровье, сберегающая технология. И нам нужно, не знаю, может быть, школы какие-то проходить, может быть, самим для себя как-то что-то планировать вовремя, посещать там доктора, если ты знаешь, какие у тебя есть проблемы, да, хронические, скажем так. Это просто, ну, некий такой образ жизни. Но учиться этому можно точно. Вот я для себя задачу такую определила, понимая, что надо для того, чтобы эффективно работать, нужно быть человеком здоровым и, скажем так, эмоционально открытым, приятным. Поэтому буду учиться, чтобы все получалось, скажем так. То есть это вопрос системы, встраивание той же системы. Ваша очаровательная улыбка, Евгений Евгений, говорит о том, что у вас все хорошо, а будет еще лучше. Я вам, по крайней мере, этого искренне желаю. Спасибо вам огромное, что ответили на мои вопросы. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов». И наша сегодняшняя героиня – министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!